Россия остановит только демонстрация силы. Еще раз умные люди говорят очевидные вещи, вполне себе, ну, как бы все умные люди это понимают. И это касается не просто какой-то газеты.ру, а это касается дебатов, которые прошли в США. И это дебаты между кандидатами в президенты от республиканской партии. И они действительно там заявляют довольно-таки прагматичные мысли, говорят, что четко России должны быть преддемонстрированы пределы. Когда Обама на всех фронтах России попускает, потом предпочитает с ней договариваться, не демонстрируя никогда ни силу, ни что. Да, конечно же, это можно засчитать за логику, давайте мы втянем Россию в Сирию, в Украину и еще где-то. Но, скажем так, Украине и Сирии от этого легче не становятся, это во-первых. А во-вторых, а подскажите мне, пожалуйста, когда в истории такая логика, она помогала? Ну да, СССР, конечно, в Афганистане потеряла много чего. Но насколько легко от этого было афганскому народу? Можете мне подсказать, сколько миллионов афганцев погибло из-за вот этих вот попущений? Кстати, в Афгане никто не попускал. Там начали очень серьезно спонсировать, и вы знаете, какие потери были у советской армии. Кстати, подскажите мне, пожалуйста, сравнение СССР и России. Насколько можно было бы быстро приструнить такую региональную державу с устаревшим ядерным арсеналом, как Россия? А, ну еще один момент, ответьте мне, пожалуйста, в сколько еще мест полезет Россия? И сколько это обойдется другим странам? В жизнях это все считается, безусловно. Да? Интересно, очень интересно получается у нас. Ну и, соответственно, от всех этих планов, мифических выдуманных, как-то не легче ни Украины, ни Сирии, ни остальным странам, в которых этот долбаный медведь запустил свою блядскую гниющую лапу. Продолжение следует... Продолжение следует...